всем привет для тех кто еще со мной не знаком меня зовут юлия кудашева я автор проекта факультет рукоделия и по совместительству автор курса как полюбить реглан о котором мы сегодня будем с вами говорить в общем давайте договоримся что сегодня во время сегодняшнего занятия вы будете активны и вы будете внимательно меня слушать отложите все свои дела по про попросите родственников и близких кто с вами рядом находится не беспокоить вас в течение примерно 50 60 минут слушайте внимательно обязательно участвуйте в обсуждении задавайте свои вопросы в чат а все в норме спасибо значит я вам расскажу о том что я для вас подготовила что должна рассказать затем отвечу на все ваши вопросы и для тех кто сегодня пришел на этот эфир как на пробный урок но еще не приобрел курс я вам дам промо код на скидку но это будет в конце нашего занятия так что оставайтесь до конца эфира никуда не переключайтесь я сначала расскажу пару слов о себе кто я и что я затем я познакомлю вас поближе с курсом как полюбить реглан расскажу что вам понадобится в процессе обучения на курсы и отвечу на все ваши вопросы значит ну немножко о себе как вы уже слышали меня зовут юлия я вижу самого детства очень много вязала в декрете и вообще по жизни очень много вязала конечно если это начинать считать какими-то цифрами то цифры даже страшно называть но в школе я любила математику у меня была такая учительница с которой просто невозможно было не знать математику и больше наверное я любила геометрию я ее просто обожала и конечно же выбор профессии после того как я закончила школу выпал на такую профессию с точными так сказать знаниями да я выбрала факультет бухгалтерии я проработала очень долго бухгалтером я дошла до верхов своей профессии и дальше уже двигаться было некуда в общем я решила уйти в интернет чтобы не работать по найму сейчас я уже несколько лет не работаю это был мой так скажет личный выбор я решила заявить о себе найти себя что ли да в интернете вот я тогда создала факультет рукоделия свой свой и вы знаете это любовь к цифрам она конечно же перешла и на факультет рукоделия то есть кто покупал из вас мои мастер-классы то наверное знает что они у меня не такие как у всех и я хочу в принципе поделиться тем что знаю своими знаниями о том как можно просто и быстро считать вот в нашем деле в вязании многие наверное уже знают что факультет рукоделия существует пять лет и начиналось все с видео мастер-классов на ю тубе за эти годы я получила огромное количество благодарственных отзывах о том то есть от тех кто прошел мы бесплатные мастер-классы на ю тубе которые эти отзывы помогли мне понять что я могу обучать я обладаю какими-то знаниями и могу их передать другим у меня это получается конечно же поэтому появились и мысли о создании чего-то такого грандиозного полноценного то есть я решила создать полноценный обучающий курс по вязанию но для многих наверное обучение это какие-то классы кабинеты аудитории в которые люди приходят ножками и там сидят все вместе учатся и когда я была маленькой моя мама ходила на такие курсы что хочу вспомнить да я всегда говорю что мама пошла на курсы вязания я по мне понравилось как она вяжет как какие образцы она приносила с этих курсов мне очень нравилось я попросила ее тоже меня научить вязать я была совсем маленькая ну лет шесть-семь не нравилось с тех пор мама больше не вяжет а я для меня это переросло так скажем уже в смысл жизни вот так вот иногда мама брала меня на эти занятия и я как сейчас помню как я сидела смотрела на преподавателя вот этих курсов по-моему татьяна ивановна звали я знаю потому что я ходила еще в музыкальную школу и она была учительницей в музыкальной школе в школе она ходила постоянно в вязаных красивых кофточках в юбках у нее постоянно были какие-то новые шали обалденные просто и вот я тогда сидела и как сейчас помню смотрела на нее она была в красной вязаной крючком шали я мечтала что я вот на ее месте смогу ну как бы тоже стоя я я хочу быть на ее месте и тоже также учить в общем я так восхищена была вот этой шалью она мне вот врезалась в память на всю жизнь то есть я еще в детстве оказывается мечтала учить вязание но слава богу что в нашем доме сейчас даже не в каждом доме а в каждом телефоне в каждом кармане у каждого есть интернет и нам теперь не нужно куда-то идти свое время тратить на дорогу подстраиваться под графики какие-то обучения да мы можем заниматься в любое время удобное для нас вот взяв просто в руки в телефон или компьютер то есть я не не зря выбрала формат обучения онлайн ну давайте уже о курсе о формате обучения мы поговорим чуть позже я хочу сейчас задать вам несколько вопросов то есть давайте вот чуть-чуть пообщаемся устремите пожалуйста свое внимание в телефон и ответьте на мои вопросы потому что мне важно видеть ваше значит мнение всех кто здесь присутствует наверное у многих из вас есть страх перед большими вязаными изделиями не так ли кто-то возможно не знает как делаются расчеты для кого-то слова подрез росток корректировка просто в ужас приводят вот эти слова вот если вам знакомы эти чувства напишите их пожалуйста сюда в чат и я почитаю мне интересно вот какое у вас отношение к вязанию больших вещей может быть у кого-то уже был опыт вязания реглана и напишите получилось вас вам и у вас или нет может быть вы покупали какие-то мастер-классы но да страх есть и не понимаю как и что считать ага вот может быть вы уже покупали какие-то мастер-классы получилось ли у вас много непонятных слов да получилось ли у вас связать по этим мастер-классам я просто ну уже не первый раз общаюсь на эту тему и часто девочки пишут что получила мастер-класс увидела 60 страниц текста описание значит по петельного и просто закрыла и убрала и в общем не стала даже ничего вязать из-за страха вязала только так игрушки и пледы вяжу давно но все равно интересно замечательно опыт вязания есть но страх остался да потому что мастер-классы вот они как-то построены на одно изделие то есть во первых мне всегда было непонятно как это так заходишь мастер-класс а там тебе предлагают попасть в чью-то плотность мое итоговое вязание почему-то всегда больше образца я вязала реглан сверху первый раз получила огромное изделие видимо неправильный расчет ну вот скорее всего предложили попасть в чью-то плотность возможно в плотность не попали да ну вот я этого не понимаю я не понимаю по петельных описаний когда тебе говорят свяжи 2 лицевых 3 изнаночных 2 накида 4 там вместе вот я этого вообще не понимаю когда можно описать грамотно сам процесс что должно и где например убавки где должны быть или где-то прибавки и как можно вообще процесс вязания описывать перечисляя вот эти вот провязанные петли реглан сверху получился тоже большой часто не попадаю в размер а не знаю что такое подрез супер супер все девочки я я вижу спасибо за ваши ответы так сейчас то есть у кого-то получилось связать но не попали в размер то есть я делаю заключение кто-то возможно не смог применить свой опыт на других изделиях то есть связали один раз может быть даже по мастер-классу да но второй раз уже второе изделие уже ну не не осталось ничего где-то в голове по описаниям не вижу не планирую плотность подбираю сама и реглан еще не вязала да вот плотность подбираю сама это правильный так скажем шаг я покупала мастер-класс но так все было написано как путанка даже у меня знакомы которые хорошо и много вяжет не поняла зареклась так интересно узнать как не водить узоры например в рукава так у меня один раз был опыт вязать и по попетельному мастер-классу вы знаете вот вот такое слово вот меня реально бомбил у меня дочь вяжет игрушки и там надо было связать одежку на эту игрушку то есть там был сама игрушка вязалась крючком какое-то платьишко или комбинезончик на было связать на спицах она у меня не признает спицы мам свяжи мне пожалуйста и притащила мне распечатку я не помню сколько там было листов 15 наверное вот этого попетельного описания я так сижу каждый ну как бы каждый ряд описан вот этим там 25 лицевых 2 изнаночных я думаю зачем это все писать для чего такой такие простыни текста для меня это было конечно очень тяжелый опыт мы поняли да что многие боятся каких-то сложностей нет понятия каких-то терминов запутанное описание непонятные мастер-классы встречаются которые просто хочется закинуть на полку компьютера некоторые даже вот просто говорю девчонки жаловались я открыла в этом 60 страниц описание мне стало страшно я закрыла так вот смотрите мой курс как полюбить реглан это не просто какой-то сборник мастер-классов или процесс создания какого-то одного единственного изделия единственного возможного да поэтому описанию я бы назвала свой курс энциклопедии создания изделия на основе реглана сверху то есть процессе обучения на курсе мы с вами будем подробно разбирать как правильно снимать мерки как делать все расчеты вы научитесь разбираться в схемах а даже возможно в каждом этапе вязания вы подробно изучите все что необходимо от набора петель до вто и до самого последнего момента когда надо заправить будет ниточки я уверена что после прохождения курса как полюбить реглан вы не просто сможете связать свое изделие а у вас останутся в голове знания которые вы сможете применять потом в дальнейшем для создания любых изделий но конечно же только пока с фасоном реглан также мы с вами рассмотрим различные способы набора круглой горловины познакомимся с различными вариантами регланных линий вы самостоятельно протестируете разные варианты и выберите для себя тот который подойдет под ваши изделия мы поговорим о том как вписать узор в изделие но я бы хотела сказать знаете на чем заострить свое внимание то есть я не рекомендую брать узоры для своего первого изделия которое вы будете вязать именно на курсе то есть как вписать узор мы с вами поговорим но для первого изделия не рекомендую выбирать узоры какие то почему потому что вам надо будет понять суть самого реглана как где какие сделать расчеты как где потом делать прибавки вам это надо будет все считать и когда у вас еще будет вписываться сюда узор вы будете на него отвлекаться и и все это перемешается так скажем в кашу вот поэтому для первого изделия выбираем что-то наиболее простое мы с вами поговорим как оформить низ изделия и рукавов то есть вы создадите свое идеальное изделие и свяжите его и потом уже будете вязать уже по со следующими шагами усложнять свои изделия и уже будете понимать как это делается ну и небольшое отступление может быть как раз вопрос именно про это меня часто спрашивают будем ли мы делать выкройки давайте отвечу сразу нет не будем потому что вязание это не шитье и процесс вязания он намного проще чем кажется то есть не стоит его усложнять да мы с вами нарисуем схему по которой вы будете понимать что необходимо связать где необходимо сделать прибавки мы все это с вами посчитаем и к чему вам необходимо прийти в итоге то есть вы будете знать изначально сколько у вас сантиметров должно получиться в каждой детали но саму выкройку в натуральную величину мы строить не будем это незачем абсолютно мы свяжем вы свяжите такое изделие которое необходимо можете вязать на ребенка можете вязать на себя можете вязать там на подружку на какую-то ради бога выбор велик вы сами определитесь кому вы будете вязать естественно это будет большое изделие которое можно будет носить обязательно а теперь давайте поговорим из чего же состоит курс так начнем с того что в курс входит 25 уроков и состоит он из трех больших блоков значит блок 1 это так скажем первый шаг к вашему идеальному свитеру он даст вам позволит вам определиться с моделью вашего будущего изделия мы выберем пряжу спицы подберем ну вообще какие-то инструменты свяжем с вами образцы но в общем одним словом мы подготовим всю базу для того чтобы уже начать расчет и начать считать все все скажу я пропустил начало беседы все в конце я вам скажу страшно перед большим изделия пожалуй начну для внуков вот кстати идеальный вариант да я как раз в курсе там рекомендую начать с чего-то простого для того чтобы именно понять расчеты получить свое так скажем вдохновение какой-то позитивный положительный опыт для того чтобы вам уже не страшно было приступать к чему-то более сложному уже постепенно переходить от простого к сложному значит второй блок называется занимательная математика я недаром и назвала его именно так потому что я не хочу чтобы вы боялись расчетов я хочу показать вам суть всех этих расчетов а также убедить вас в том что ну считать в вязание это не сложно главное вот чуть-чуть подумать и все пойдет как по маслу в третьем блоке мы с вами уже поэтапно свяжем свое изделие и он называется процесс создания мечты третий блок мы начнем от набора петель и заход закончим заправлением хвостиков нитей в свое изделие чтобы везде было все идеально значит также курс включает в себя закрытый чат участников в котором мы с куда с куратором будем отвечать на ваши вопросы вы будете в этом чате общаться поддерживать друг друга делиться своими успехами и так далее также в курс входят три живые встречи со мной то есть курс длится на протяжении шести недель вот на протяжении этих шести недель мы с вами определимся потом о дате и время и я проведу три открытых занятия именно с учениками где мы разберем все возникающие какие-то вопросы значит каждый урок подразумевает домашние задания которые помогут вам с освоением материала на тарифе с обратной связью вы получите еще и проверку домашних заданий лично от меня и личный чат со мной на протяжении шести недель то есть у того кто приобретет курс обратной связью будет возможность общаться со мной и ежедневно также значит стоимость в курса входит личный кабинет для каждого студента он у вас будет свой личный вот там расположены все материалы курса все уроки которые у вас будут открываться последовательно специально уроки созданы таким образом чтобы вот двигаться маленькими шажочками получать необходимую информацию до которая вот нужно именно вот на этом этапе на этапе этого урока для того чтобы не перегрузить эти уроки будут открываться только после того как вы сделаете домашнее задание отправите его на проверку и чтобы вы сразу за один день не прошли 10 уроков и не намешали в своей голове какую-то кашу будут ограничения немножко по времени чтобы вы пожили так скажем с этой информации переспали что ли с ней да и вот хорошо все уложили по полочкам вот только тогда у вас не будет вот этого информационного перегруза и вы усвоите все так так как необходимо в тарифе с обратной связью будет будут включены проверка домашних заданий лично мной то есть я буду проверять домашнее задание сама и прошу вашего понимания если вдруг будут какие-то задержки то есть я не робот я не машина я я человек которому тоже необходимо все везде успеть вот а давайте я вам вот так вот одним глазком покажу как выглядит курс час секунду я переверну телефон вот так вот выглядит личный кабинет я постараюсь быстро вот он вот три блока то есть первый шаг первый шаг к идеальному свитеру второй блок это занимательная математика и процесс создания мечты если мы нажимаем на них у нас открываются уроки на второй нажимаем вот уроки второго блока и на третий нажимаем и как вы видите значит вот так вот уроки будут открываться после того как выполните домашнее задание и следующие уроки пока закрыты они будут открываться во первых по времени во вторых только после того как будет сделано домашнее задание то есть обязательно у каждого будет возможность изучить материал именно на практике вот ну вот не буду много давайте посмотрим вот как выглядят уроки вот такие красивые с иллюстрациями здесь у нас вот домашнее задание вот в этом блоке мы его пишем и отправляем на проверку вот такой вот личный кабинет время продолжительность уроков периодичность возможность просмотра записи очень занята время время суток вечер в любое удобное для вас время вы проходите эти курсы то есть у вас личный кабинет когда у вас появилось время вы заходите открываете урок читаете текстовое описание смотрите видео в каждом уроке видео смотрите видео и делайте то что там необходимо то есть выполняете домашнее задание отправляйте его на проверку открывается следующий урок переходите к следующему руку то есть тут вы выбираете все так как вам удобно по времени вас никто не ограничит единственное что мы потом все вместе будем решать в какое время будет больше удобно всем собраться на вот эти вот открытые встречи которых будет 3 на протяжении всего курса 6 недель то есть курс длится 6 недель но у вас этот личный кабинет останется навсегда вы сможете заниматься тогда когда вы хотите вы сможете вернуться к этим урокам тогда когда вы хотите то есть сейчас получается все уроки закрыты и они будут открываться по мере прохождения информации я уже сказала чтобы вы не получили информационный перегруз а дальше все уроки будут доступны всегда так курс в записи поурочно поурочно в записи урок состоится из текстового файла с картинками и видео со схемами с расчетами в общем все что необходимо по теме урока все в уроке там есть да и у кого-то восприятие именно текстовое лучше воспринимается у кого-то кому-то видео лучше прослушать и для того чтобы понять я постаралась сделать и так и так чтобы было всем понятно так что нам понадобится для прохождения курса смотрите во первых нам понадобится интернет потому что личный кабинет в личный кабинет вы попадете только через интернет во вторых внимательность и позитивный настрой это очень важно я считаю потому что без позитивного настроя получить какой-то результат к сожалению очень сложно будет да и вы должны верить в себя также наверное как я верю вас вот в третьих значит нам понадобится пряжа вот сейчас мы немножко затронем тему из какой пряжи вязать я вас ограничивать не буду ни в чем вы вяжете из той пряжи которая вам нравится потому что мы будем с вами вязать образец мы будем вязать его правильно мы будем делать свою рассчитывать свою плотность вязания на основе которой будем делать дальше все расчеты то есть в пряжи я вас не ограничиваю но некоторые моменты я бы хотела сейчас оговорить то есть как бы дать кое-какие рекомендации чтобы у вас не получился какой-то негативный негативный опыт до чтобы вот оградить вас немножко от этого то есть не стоит выбирать очень тонкую пряжу вот например смотрите мои рекомендации поймите меня правильно не о качестве пряжи а о том чтобы вот вы не столкнулись с какими-то проблемами смотрите пряжа кашемир вот видите вот такая тончайшая ниточка и и вот такую тонкую пряжу я вам брать не рекомендую почему потому что это бобинная пряжа ее придется вязать в несколько нитей и у вас должно стоять несколько бобин из которых вы будете одновременно вытягивать ниточки вот эти вы будете в них путаться смотать в один клубок эту эти несколько нитей не нельзя я не рекомендую это тоже делать потому что у вас будет разная плотность вот вы смотаете например да какая-то ниточка у вас хорошо натянется а остальные будут вот такими петлями потом висеть и вы это будете все передвигать в общем чтобы не было этого негативного опыта мы не берем тонкую пряжу еще не в каждом магазине согласятся размотать вам эту пряжу на разные там конусы или моточки и придется искать как вам ее перематывать в общем пока отложите это на потом выбираем комфортную по своей толщине пряжу вот например смотрите если говорить о бобинной пряжи то бобинная пряжа бывает вот такого достаточно нормальной такой вот толщины то есть если берем бобинную пряжу берем достаточно толстенькую ниточку для того чтобы нам комфортно было вязать и не было никаких лишних заморочек в процессе так также я не рекомендую очень толстые нитки брать конечно с одной стороны может показаться что толстыми нитками мы с вами быстренько быстренько свяжем свое изделие у нас будет мало петелек мы это быстренько провяжем но не всегда вот эта толстая пряжа будет выглядеть так как вы бы знаете вот как ожидание реальность да вот тут можно где-то получить какой-то негативчик значит смотрите какую пряжу еще выбирать не рекомендую брать нитки пушистый то есть вот это вот махер во первых она тонкая во вторых видите какая пушистая нитка можно ее там вязать в 2 в 3 нитки но если вдруг мы с вами вяжем первый раз если вдруг придется что-то где-то распустить и перевязать вот эти вот ниточки с пухом они распускаются сложно поэтому давайте пока их брать не будем на будущее нитки идеальные выбирайте их но потом не в этот раз также я уже сказала вам по поводу того что мы пока не берем в расчет какие-то узоры лучше вязать лицевой гладью но если вам будет скучно вязать лицевой гладью я вас понимаю обратите свое внимание на ниточки секционного окрашивания получится оригинальное изделие и оно не будет таким скучным будет приятно потом его носить то есть вот вот такие так скажем советы по направлению вашего внимания на пряжу можете посоветоваться с консультантом в магазине сейчас в основном такие консультанты которые тоже вяжут и с ними пообщаться пусть они вам порекомендуют комфортную для новичков пряжу и помогут определиться с выбором так что лучше бобинная или моточная пряжа вот смотрите если мы говорим о моточках эти моточки то есть одного моточка на изделии нам конечно же не хватит и когда закончится моточек нам придется соединять ниточки это лишнее время хотя ну я покажу вам конечно как эти нитки соединяются и как их сделать соединить так чтобы не было в лишних узлов каких-то чтобы там что-то некрасиво было с изнанки мы должны вязать с вами так чтобы у нас было идеальное изделие по качеству чтобы нигде не было каких-то возможностей придраться можно конечно можно выбирайте бобинки но имейте клубочки но имейте ввиду что вам придется соединять нитки если мы говорим о бобинной пряжи мы с вами вяжем изделие сверху вниз и вот мы пошли вязать мы пошли вязать по кругу вяжем 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 довязали кокетку разделили ее на корпус и на рукава дальше этой же нитью продолжаем вязать и ниточку оторвали уже там вот где у нас закончилась внизу изделие потом привязали ниточку начали вязать один рукав и вот тут привязали ниточку то есть у нас получается два хвостика вот здесь надо будет заправить и внизу на рукавах и на резиночке внизу изделия хвостик вот таким образом с бобинной пряжей мы сможем с вами сократить свое время на какую-то постобработку что ли изделия если говорить о выборе бюджетной либо дорогой пряжи решать вам вы тут выбираете то что вам комфортно с чем вы любите работать может какая-то пряжа уже вам нравится но по своему опыту знаю что иногда бывает моточная пряжа и она считается бюджетной оказывается дороже чем например бобинная пряжа на итальянском стоке поэтому я вам советую сравнивать цены в разных магазинах и последнее что нам понадобится для прохождения курса это инструменты нам нужны будут спицы на леске я начну с того что леска нужно будет подлиннее и леска нужно покороче это если совсем у вас вот дома нет никаких спиц почему потому что на длинной леске нам будет удобно примерять изделие то есть мы вот так вот сможем надеть на себя вот это изделие которое мы будем вязать и примерить уже посмотреть как у нас где что ложится красиво вот на более коротких спицах нам будет удобно начинать вязать горловинку и потом вязать в процессе рукава простите я чуть чуть тут пошуршу вот смотрите вот такие спицы можно вот сами спицы укороченные короткая леска можно вот такое взять на рукава на эти на горловинку рукава можно вязать чулочные носочными кто вяжет да кто умеет вот этими спицами пользоваться у меня тут еще недавно появились вот такие вот спицы я девочкам показывала в курсе вязания марафоне по носкам то есть вот такая вот спица набор состоит из трех штук то есть рукава на этих спицах точно так же будет удобно вязать вот видите вот у нас две спицы в работе и третьей мы провязываем петельки удобный вариант тоже если вы найдете такие спицы это кстати в магазине валерий стоит копейки совершенно вот такой вариант то есть я вам показала леску есть вот такие спицы мне они тоже очень нравятся здесь тросик металлический он в какой-то оплёточки в прозрачной очень хорошо чем смотрите вот спицы не скручиваются то есть они вот расправленном виде хорошо себя ведут сейчас вам покажу вариант со спицами который не стоит брать вот смотрите видите какие кольца и леска так себя ведет что вот как бы я ее не растягивал посмотрите она эти кольца складывает обратно на свое место и вот это будет приносить вам неудобства такие спицы лучше не брать в магазине пощупать и потрогать и леска должна быть достаточно мягкая еще ваше внимание хочу обратить на спицы которые разъемные они продаются отдельно спицы отдельно лески и вы можете подобрать например и один размер спиц леску разной длины другой размер спиц два размера минимум нужно нам для того чтобы вязать само изделие и делать обработку резиночки например связать обычно резиночки у нас вяжутся на один полтора иногда даже размера меньше спицы берутся для того чтобы резинка была упругая и если допустим вы уже собираетесь вязать посвятить свою жизнь так скажем вязанию больших изделий собираетесь вязать много то конечно же я вам рекомендую обратить внимание на наборы но я вас не призываю сейчас бежать и покупать себе набор сначала на рынке их огромное множество вот был вопрос про ади я ади не пробовала но слышала что они ади клик при ежи ади и на лесках отдельно продаются каждая спица это все достаточно хороших денег стоит ну отзывы неплохие вообще а ади клик например набор там вот здесь вот такая штучка ее надо немножко так вдавить и она как бы отщелкивается если вот в этих спицах которые у меня здесь сейчас я вам покажу вот сама спица там внутри резьба и леска накручивается на спицу то есть это где у меня вот лески вот посмотрите так вот мы вот я прикрутила спицу и она у меня на леске уже никуда не спадет она может раскручиваться но существуют специальные такие ключики вот они идут в каждом наборе я вот сюда вот там дырочка есть я вставляю такой как рычаг и подкручиваю и уже все их не раскрутить вручную то есть вот эти вот не не раз не расцепляются а ади если вы вяжете туго и вам надо будет вот передвигать вот эти петли по спице то существует вероятность того что они могут раскрыться и вязание ваше выпадет с лески но у меня их нет поэтому ну не могу сказать однозначно нравятся они мне или нет хотела сказать о том что вообще на рынке сейчас такое множество вот этих наборов но существуют те же самые спицы продаются по отдельности и существует вот именно возможность попробовать поэтому возьмите какой-то один вид спиц попробуйте посмотрите как они ведут бывают спицы острые бывают спицы тупые вот например кто продвигает вот так вот подталкивает спицу пальцем я вот допустим это делаю очень тяжело будет вязать на спицах с тонкими кончиками про кончики я говорила толстые тупые вот вот то есть вам надо прочувствовать а потом уже определяться какая фирма вот в общем в какую сторону смотреть также есть различные материалы из которого сделаны спицы есть металл есть бамбук есть дерево есть какие-то карбоновые чего только сейчас на рынке нет и каждый вообще разрабатываются эти спицы из разных материалов для того чтобы было комфортно вязать разные виды пряжи то есть если мы вяжем например шелк или вискоз вот такие толстые сопливые ниточки которые вот буквально чуть это спицы дернула они уже вылетели все петли мимо спицы спали то их будет сложно вязать на металлических спицах петли будут очень сильно скользить по металлу для этого лучше подобрать под такие под такую пряжу например деревянный либо бамбуковый на них больше вот это трение и наоборот если у нас пряжа такая которая плохо двигается не сильно скользит тогда лучше брать металлические спицы особенно если у вас плотность вязания очень такая тугая и приходится прям с трудом передвигать тогда лучше на металле вязать вот тут столько всяких нюансов и в наше время такой огромный выбор что вязать просто это воодушевляет каждый раз ты что-то нового узнаешь и хочет все хочется и хочется и хочется пробовать все новое и новое так все про спицы я рассказала нам еще понадобятся маркеры для вязания у меня вот такие вот маркеры они у меня все разноцветные я ставлю их так чтобы у меня было видно где рукава где перед где спинка вот такую большую бусинку я обычно ставлю на начало ряда вот можно использовать обыкновенные вот такие вот пластиковые они подойдут можно использовать вот такие резиночки сейчас покажу но наверное я вот эти резинки все-таки не порекомендую потому что когда двигаешь пряжу резинка прокручивается и может уйти туда прям в петлю и проскочить можно потерять его поэтому наверное не стоит их брать самый простой способ это вот такой вот маркер из контрастной ниточки делаем надеваем там где надо то есть если в данный момент у вас нет каких-либо маркеров под рукой вот можно начать вот с такого потом уже приобретете дальше значит нам нужна будет иголка для крикотажных изделий вот примерно вот такого размера хотя иголку тоже под они разные бывают у меня есть вот такая еще под пряжу под толщину пряжи иголочку берем есть металлические иголки они потоньше то есть тут большое ушко удобно вставлять толстую нашу ниточку в эту иглу крючок понадобится крючок подбираем под размер своих спиц то есть если взяли пятый размер спиц ну примерно крючок тоже пятерку можно взять конечно же сантиметр нам понадобится ножнички но это все всегда у всех в принципе есть под рукой ну что я в принципе рассказала вам всю необходимую информацию о курсе показала даже его вы заглянули одним глазочком в личный кабинет и сейчас давайте отвечу на ваши вопросы можете писать их в комментариях быстренько пробежимся для шерстяных подобных только металл да 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 мне очень нравится вязать на круговых особенно после освоения magic loop да кстати вот не сказала еще на magic loop рукава можно вязать единственное что бывают такие пряжи которые после magic loop дорожку оставляет вот тут вот желательно отвязать какой-то образец на круговом вязании magic loop и посмотреть как ведет себя пряжа чтобы потом впоследствии не получить эту дорожку два одинаковых изделия да два рукава можно вязать одновременно да так ну не вижу больше вопросов очень подробно доступно что по составу пряжи все что хотите шерсть полушерсть хотите акрил если вы любите акрил я вот уже знаете вот по моему по составу пряжи точно так же двигаешься какими-то вот шагами к более качественной пряжи уже возвращаться не хочется если вам комфортен акрил на данном этапе никто вам не запретит вязать именно из него по составу все что вот вы задумаете то и да конечно же не рекомендую как я сказала пряжа с с ворсом шелковую пряжу тоже пока не рекомендую мерсеризованный хлопок он тоже такой скользкий может быть не стоит брать ну не знаю в принципе почему бы и нет хоть хлопок хоть шерсть очень туго подтягивает ну да вот я говорю лучше отвязать посмотреть как ведется пряжа и уже знать что сколько там затянуть надо это такие моменты отступления все рассказала вам вопросы мы с вами обсудили и сейчас для тех кто пришел на этот эфир для того чтобы понять нужен ли вам этот курс давайте еще раз расскажу о тарифах которые вы можете приобрести прямо сейчас есть на нашем курсе два тарифа самостоятельный и тариф с обратной связи ну я уже так вкратце о них говорила вы уже наверное поняли то есть самостоятельный судя по названию да подразумевает самостоятельное изучение в курс входит чат мы с вами тоже об этом уже говорили три открытые встречи со мной в тарифе с обратной связью вы получаете проверку домашних заданий от меня и личный чат со мной на протяжении всего курса то есть на курс длится шесть недель на протяжении шести недель мы с вами можем общаться вы у вас будет возможность задавать вопросы ежедневно так и для тех кто сегодня нашел свое время пришел на нашу встречу я дарю вам промокод на скидку 15 процентов у нас с вами через буквально до десять дней новый год уже то есть это мое такое новогоднее новогодний мой подарочек от меня можете получить эту скидку если вы перейдете на страницу с оплатой там будет блок такой промокод вводите туда слова новый год и получаете свою скидку все в принципе я больше вас не задерживаю мы проразговаривали почти час прямо сейчас переходите по ссылке в шапке профиля факультета рукоделия жмите на кнопку там будет несколько кнопок находите кнопку курс как полюбить реглан жмите на нее выбирайте тот тариф который вам интересен забирайте свою скидку в поле введя слово новый год в общем это кстати это предложение ограниченного времени так что не затягивайте с покупкой курса стоимость курса вы не озвучили тариф самостоятельный это 1990 то есть будет скидка минус 15 процентов и с обратной связью 3490 рублей вот имейте ввиду что такие цены это буквально на старте курсов я думаю что в дальнейшем эти цены будут расти потому что это очень времени затратно трудозатратно значит те кто уже приобрел курс вы прямо сейчас можете переходить к урокам сегодняшнего дня курс в открытом доступе то есть те уроки которые открыты вы проходите делайте домашние задания и и переходите к следующим урокам ну все я рассказала кажется все что я хотела я ответил на все ваши вопросы до встречи на курсе я с вами прощаюсь с вами была Юля и мой факультет рукоделия пока пока